МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Транспортный эксперт Андрей Заславский. Здравствуйте. Добрый вечер. Андрей, естественно, начнем мы с темы, которая у всех на устах сейчас. Подражание проезда в общественном транспорте Кривого Рога. Скажите, использовали ли Криворожане все законные пути, чтобы этого избежать, чтобы как-то повлиять на ситуацию? Однозначно можно сказать нет. Я был у вас на эфире примерно полтора месяца назад. Это было в начале ноября, когда только-только эта тема поднималась. Тогда еще только подняли вопрос пересмотка тарифов. Еще не были проведены никакие общественные слушания. И на том эфире я высказал предположение, что можно все изменить. Люди могли прийти на общественное обсуждение, высказать свое мнение, хотя бы потребовать у перевозчика адекватные, достоверные цифры расчетов, проанализировать их и на этом основании принимать решения. И тем более, что на Украине есть такие примеры. А вы считаете, те цифры, которые подали перевозчики, они не соответствуют действительности? Там все очень сложно, скажем так. То есть цифры с точки зрения расчетов экономистов нашей организации, в принципе, у нас получался тариф тоже выше 5 гривен. От 4 до 5, до 6 даже. У меня есть эти цифры, я их взял с собой. На маршруте 205 и 223, это маршруты протяженностью рейса примерно 18 километров, у нас получился экономически обоснованный тариф 5 гривен 49 копеек. Аналогичные цифры получались на всех маршрутах средней длины города. Самые длинные маршруты мы не исследовали. У нас не было для этого возможности. На самых коротких маршрутах тариф получался дешевле. Например, маршрут 269, который идет от станции Долгинцево до станции Батуринская, там тариф получает всего лишь 3,72. Но я так понимаю, что везде будет идти подорожание. В принципе, закон не обязывает городские власти делать какую-то градацию по тарифам на разных маршрутах. В принципе, существует такая практика, устроить один тариф на город, на регион. Но здесь же есть нормы. Для того, чтобы сделать тариф по городу, нужно взять наибольший автобус. Автобус максимальной вместимости. И на основании замеров пассажиропотока на этом большом автобусе и установить тариф для всех остальных маршрутов города. А уже остальные должны подстроиться к этому тарифу. А если взять автобусы большие, там тариф будет однозначно ниже. Это получается по формуле, потому что чем больше пассажиропоток, чем больше количество перевезённых пассажиров, по формуле мы делим на пассажиропоток, у нас получается ниже тариф. Но вот те цифры, которые озвучили, подорожание, о нём сказали, вот буквально 24 декабря в маршрутках проезд будет от 4 до 6 гривен, в зависимости от длительности, протяжённости маршрута. Это обоснованное повышение? Ну, во-первых, вот сама эта формулировка, в зависимости от длительности маршрута, это уже как бы, ну, это как бы формулировка, скажем так, это не специалист мог сказать такую вещь, потому что это неправильно. Почему? Вы ведь сами только говорили. Протяжённости нет в этой формуле. В формуле есть затраты перевозчика за период времени и объём пассажиров. Но вы говорили вот о том, что есть короткие маршруты, и на них прояснение. Потому что у нас на них получились определённые цифры объёма перевезённых пассажиров. Взять, допустим, 269 маршрут, у нас получается, это как бы, ну, это самое количество пассажиров за оборот, это средний 30 человек. То есть 15 человек в одну сторону, 15 человек обратно. 30 человек – это средний объём перевезённых пассажиров, который нами был установлен, зафиксирован по факту. И в рабочие, и в выходные дни, и в пик, и в межпик. То есть берётся как бы все периоды времени. И вот тариф, он зависит не от протяжённости именно рейса, а от затрат, которые мы делим на объём перевезённых пассажиров. В этом случае бывают парадоксальные вещи, когда, наоборот, как бы самые длинные маршруты, да, на них может быть дешёвый тариф. Например, маршрут 295, он у нас является одним из наиболее длинных в городе. У него протяжённость рейса в одну сторону 35 километров, да. Но мы ездили там, пытались провести замеры, мы их не закончили. К сожалению, у нас получалось 50-55 пассажиров, это в рабочую перевозку, только в одну сторону. При вместимости транспорта 18 мест. То есть получается, перевозится даже в одну сторону гораздо больше, чем его номинальная вместимость, чем его пассажироёмкость. Поэтому, да, он длинный, но у него высокая сменяемость. У него будет очень большая цифра перевезённых пассажиров, и тариф, возможно, там будет 4,50. Если бы мы как бы закончили эти расчёты, да. Если правильно подойти к этому исследованию, то именно протяжённость рейса не является главным влияющим фактором на тарифе. Андрей, а что на сегодняшний день? Люди могут ещё на что-то повлиять? Или уже все возможности упустили? Да, вот мы же не закончили тему, что были общественные слушания. Они прошли по сценарной разработке, которая была заранее кем-то спланирована. Полный зал перевозчиков и работников транспортных предприятий. 95% это были кондукторы, водители. Я их всех знаю в лицо, как бы можно было поздороваться с людьми. Это все работники коммунальных транспортных предприятий. Которые, естественно, требовали повышения. Которые пришли с целью сказать, что нужно поднять тариф, причём как можно выше. Это была главная аксиома этого мероприятия. А были гражданские активисты, люди? А активистов было, ну, человек 10. Это всем известные городские депутаты. Там Юрий Милобог, Наталья Шишко, несколько человек ещё от самопомощи и от силы людей. Вот Николай Колесник был. Но, в принципе, это было, ну, настолько, это, ну, как бы, настолько это было явно меньшинству от общего количества, да, что оно не могло повлиять на решение вопросов. Я просто помню те примеры, когда люди пришли и потребовали не повышать тарифы. У нас были такие города. Это и Херсон, и Сумма, и Николаев. Была целая площадь людей. То есть Криворок в этом смысле не активен. Да, и люди говорили, мы не хотим повышать тариф. И мэр выходил, говорили, требуем мэра. Выходил мэр и говорил, хорошо, тариф повышать не будем. Вот как это было, вот как люди могли бы это влиять на, вот на это развитие событий. Как вы прокомментируете подражание в электротранспорте? Насколько обоснована эта ситуация? Если можно коротко, у нас очень много вопросов. Ну, электротранспорт как раз это то, что уже кричит. Это у нас был тариф, как бы, гривна 50. То есть там действительно необходимость. Да, который был, как бы, установлен тогда, когда один киловатт-час стоил еще 36 копеек. Сейчас, как бы, ну, уже платит предприятие электротранспорта по тарифу, это гривна 29. А с нового года будет стоимость киловатт-часа 2,57. То есть мы видим, как бы, это семикратное повышение этой главной затратной части. Плюс к этому будет также громадный рост минимальной заработной платы, который повлияет на фон заработной платы предприятий. Поэтому, конечно, даже 2,50 они, как бы, не окупят и половину затратной части предприятий. Ведь по оценкам экономистов, с нового года экономически обоснованным тарифом на проезд в электротранспорте будет тариф на уровне не ниже 8 гривен. Не ниже 8 гривен. Чтобы вот все эти, как бы, ну, как бы, все эти расходы, которые есть, да, можно было окупить. Получается, городская власть будет датировать и очень серьезно. А вы говорили, вот у вас есть идеи, как сделать проезд в электротранспорте бесплатным. Что это за такое невообразимое? Да, вот все эти разговоры кажутся фантастикой. Но дело в том, что когда только начали вестись, как бы, разговоры о повышении, как бы, стоимости проезда в городском транспорте, в том числе и в электротранспорте, мы начали искать пути решения этого вопроса. А как можно не повышать тариф и выйти из этой, как бы, такой тяжелой ситуации? И получился вывод, что если городская власть уже и так будет оплачивать 91% от затрат на части предприятия, а пассажиры будут отдавать свои последние копейки, чтобы оплатить всего лишь 9% от общего объема затрат, да, возникает вопрос, зачем пассажиры должны платить настолько мизерную часть от общего объема затрат, если эти деньги, которые платят пассажиры, идут как раз на фон заработной платы кондукторов, которые и собирают эти же самые копейки. Вот, причем, как бы, есть тут цифры, они вполне, как бы, ну, объективные. У нас, допустим, городской троллейбус собирает за месяц это выручки примерно, как бы, ну, 1 миллион гривен. Это выручка, ну, как бы, из всех коллегбусных маршрутов. 1 миллион гривен. С нового года у нас будет проезд дороже. Будет 2,50, мы заложили тариф 2,50, у нас получилось, что, как бы, выручка составит примерно 1 миллион 670 тысяч гривен. И именно 1 миллион 600 тысяч – это будет фонд заработной платы тех людей, которые причастны к процессу сбора выручки. Это и кондукторы, и кассиры, и контролеры, и счетчики, это и учетчики, и табельчики. То есть это целая армия людей, которые приходят на работу для того, чтобы собирать выручку у пассажиров. Получается, они будут собирать выручку для того, чтобы заплатить заплату самим себе. И никакого участия в том, чтобы оплатить электроэнергию, там, как бы, ну, не утром. Хорошо, а что вы предлагаете? Пассажир не будет в этом принимать участие. Получается, пассажиры просто собирают на эту заработную плату кондуктору. Зачем? Платить зарплату кондуктору, если можно просто не платить зарплату кондуктору и ездить, поэтому, как бы, ну, бесплатно в троллейбусе. А затраты и так уже оплачиваются городским бюджетом. То есть цифры доказывают, что я был прав. Но нужно было бы, как говорится, всех кондукторов… Рабочие места, опять же, это увольнение. Это был утрата рабочих мест. Но при этом, когда этот проект мы разрабатывали, тогда еще мы не знали, что тендер на закупку автобусов будет признан несостоявшимся. И планировалось, нет, я просто закончу, планировалось, что часть кондукторов, а именно половина, вот, коллегбусных кондукторов, можно было бы трудоустроить на автобусах, коммунальных автобусах. Тогда можно было бы, только половину кондукторов, допустим, подлежали бы увольнению. Вот в этом была суть этого проекта. Это было вполне реально. То есть можно было сделать бесплатный проезд. Мне дали ответы, что это невозможно, что это будет нарушать условия коллективного договора, который подписан с этим трудовым коллективом. Это правда, но, в принципе, декабрь, это месяц подписания договора на следующий год. То есть можно было его переподписать. Да, и все это можно было бы сделать, но пока что это предложение не нашло полной поддержки со стороны городской власти. Я думаю, ближе к выборам мэра вспомнят и об этом моем предложении. Андрей, вот вы так как раз плавно перешли на тему тендера, который не состоялся. 30, точнее, он состоялся, но был провальным. 30 новых автобусов должны были закупить, их не закупили. Это должен был быть коммунальный транспорт, разгрузить очень существенно все сложные моменты в нашей системе транспортной. Как дальше будет развиваться ситуация? Что делать? Да, конечно, эти автобусы были крайне необходимы. И даже вот тот Макшилут номер 228, который сегодня уже работает, да, там работают старые автобусы, которым по 20 лет. Они уже наладон дышат. И, допустим, водители, на плечи которых и ложится львина, это часть ремонтов этих автобусов, им говорили, ну, ребята, вы еще их подремонтируете, и вот-вот мы уже купим новые автобусы. И вдруг тендер как бы проваливается, нет ни одного участника. Получается, что? Ремонтировать дальше то, что уже, в принципе, почти не подлежит этому ремонту. Водители были в шоке. Они были на грани того, что просто уволятся. И тогда бы Макшилут полностью осиротил, потому что взять у новых людей, которые не знают, как эта техника поедет, да, и она просто не поехала бы. Поэтому, ну, в принципе, пока удалось уговорить водителей именно надеждой. Надеждой на то, что все-таки будет еще один тендер уже в первом же квартале нового года, 17-го, и все-таки мы получим новые автобусы. А где гарантии, что он не будет таким же провальным, и что ситуация опять затянется? Почему тендер был как бы полностью провален? Почему ни один участник не вышел? Я лично этого не знаю. Ну, все мы знаем, что наша, как бы, новая делегация Кривого Рога ездила в Минск. Это было в марте, ну, вот этого текущего года. Ваш телеканал об этом снимал сюжет. Поехали в Минск, выговорились с замом мэра. Там провели осмотр автобусов, выбрали модель автобуса для Кривого Рога. Об этом было сказано. Очевидно, был договор с минскими партнерами о том, что как только мы сделаем тендер, минские партнеры выйдут на этот тендер, и на этом тендере, ну, как бы, очевидно, победят. Почему потом что-то сорвалось, мы этого не знаем. Это договоренности, они были там, они были на уровне, как бы, города, на уровне городского полкома. Есть версия, что не хватило денег в городском бюджете. Я не знаю. Я, как бы, то, что я слышу, на сессиях городского совета, которые проходят, наоборот, у нас есть какой-то, как бы, это переизбыток средств городского бюджета, которые постоянно думают, ну, куда их потратить. Поэтому сейчас начатые процессы, это по децентрализации, денежки остаются. Почему их не хватает, вернее, почему их хватает на все, на парки, скверы, на оборудование детских площадок, Кроме более существенных проблем. Но не на городской транспорт. Почему не хватило ни копейки в этом году, я не могу сказать. У нас не было ни нового троллейбуса, ни одного, ни нового трамвая. И тендер на автобусе тоже почему-то не состоялся. А как, кстати, обстоят дела с самым длинным маршрутом, вот, автобус номер 228, сколько машин выезжает на линию, как-то вот следите за этим. Насколько соблюдается расписание? Мы следим, конечно, расписание есть. Долгое время расписание висело на 7 автобусов, ну, в столонах автобусов, хотя по факту работало, ну, допустим, 4 и на 3. Недавно, кстати, вот анонсировали новое расписание, там добавили еще несколько рейсов вечерних. Значит, из этого расписания был, как бы, это исключен, ну, один автобус, например, на 6 автобусов, но работают их все равно 4. То есть, как бы, 6, я уже не помню, когда было, потому что они старые автобусы. То есть, они постоянно ломаются. Отремонтировать только там 3-4, выезжать по факту на линию, да. Новые рейсы, это не именно новые рейсы, это просто вот сейчас изменилось, как бы, место базирования автобусов, и они базировались, как бы, раньше были на Севгуке, а теперь на автотехникуме. И поэтому вечером автобусы могут забирать людей по пути с Севгука до автотехникума. Но они идут только до кольца 44-го квартала, там они высаживают, как бы, ну, кондуктора, и потом уже без пассажиров заезжают на автотехникуму, это в гараж. Поэтому появилось 3 рейса, это в 6.25, 6.57 и 19.27, со стороны Севгука до 44-го. Ну, и немножко удлинили время, то есть, он теперь идет гораздо позже с площади освобождения. Нет, этот рейс был, этот рейс был, он был и раньше, который вот шел в 18.58 от освобождения, и потом в 20.45. Нет, было сказано, что там в полдевятого, или там сместилось очень, то есть, это все-таки осталось. Просто вот 3 рейса ввели для перевоза, как бы, для перегонки автобусов от Севгука, ну, в сторону центра города вечером, потому что изменилось место базирования автобусов. Расписание выполняется. Я могу сказать, что те автобусы, которые все-таки выехали на маршрут, да, они, конечно, работают, ну, строго по расписанию. Мы сделали такой эксперимент, мы постарались, как бы, это выбрать наиболее вероятные рейсы этого маршрута и выложили их в интернете. У нас есть такая группа ВКонтакте, называется 228-й именно маршрут. Вот там выложили, как бы, расписание, которое мы так и назвали, наиболее вероятные рейсы этого маршрута. То есть, от общего расписания выделили те, которые, ну, как бы, вот так вот, наиболее точно будут выполнены, там, 90% вероятности. Это примерно половина рейсов от общего расписания. Поэтому те, кто это прочитали в нашей группе, те могут пользоваться как-то, или кто на основании личных замеров, там, личных наблюдений запомнили эти вот наиболее вероятные рейсы, в принципе, пользоваться им можно, если знать вот эти вот те рейсы, которые выполняются. Не то расписание, которое у них находится, как бы, ну, в салоне, а те рейсы, которые выполняются. По факту, да? Да, потому что это, как бы, разное расписание, то, которое висит и то, которое выполняется. Андрей, расскажите о ситуации с транспортом в поселке Беляево. У вас там тоже были интересные предложения. Вы предлагали запустить маршрут, который бы соединил поселок и линию скоростного трамвая. На какой стадии, как бы, вот эти идеи будут ли они воплощены? Ну, Беляево – это поселок, который находится на расстоянии 2 километра от Заречного. В принципе, как близко находится, как бы, цивилизация, близко и линия скоростного трамвая. Близко, но далеко. Но чтобы дойти до этого скоростного, нужно идти по посадке 2 километра. Но понятно, что это очень сложно и неудобно, а тем более там нету школы. Дети выезжают в школу на Заречный, обратно возвращаются. Ну, также студенты, молодежь и все работающие люди. Поэтому была острая проблема связи этого поселка. Тем более, что он, это входит в состав, как бы, нашего города. Это часть, как бы, города Кривого Рога. Это, ну, как бы, не село, которое за пределами города. Депутаты городского совета потребовали, попросили, ввели маршрут автобуса 34-й, который связывает и Беляево с линией скоростного трамвая, и также связывает и, как бы, с Эроще Горького, который находится в районе Рудника Ленина. И, как бы, мы вот этим маршрутом можем, как бы, оба поселка подвезти к линии скоростного трамвая на Заречный. Вот, в принципе, вот на этой неле начато тестовое движение этого автобуса. Там делаются 4 или 5 оборотных рейсов. Вот, то есть маршрутка, это делает 4 оборота по этому маршруту, а затем переезжает на свой привычный 50-й маршрут, который, это работает в районе Рудника Ленина. Пока что данные неутешительные, она не полностью, как бы, загружена. Но, опять-таки, начали немножко неправильно, потому что расписаний не было ни в интернете. То есть не все люди знают об этом. Но он висел на остановке, но его там быстренько сорвали. Поэтому это не самый, как бы, хороший вариант, это размещение расписания. Мы просим, как бы, Селектранс, перевозчик по этому маршруту, предоставить нам это расписание. Электронная путь, что у вас есть, мы его выложим на всех сайтах новостей города. То есть просто, чтобы люди знали, да, о том, что такое есть. Тогда он будет, как бы, более востребованный, более загружен, и у него будет будущее. Если этого не сделать, маршрут может просто закрыться. Еще пару дней по работе скажут, что нет людей, извините. Мы закрываемся, обратно переезжаем на 50-й маршрут. Это, может быть, это будет печально. Андрей, и в конце давайте поговорим о планах на следующий год. Как вы считаете, какой будет транспортная сфера Кривого Рога? Что ее ждет? Ваши прогнозы на основании того, что происходит сейчас, и, возможно, какой-то информации, которую вы обладаете? Начались процессы децентрализации в Украине. Больше денег остается в местных бюджетах. И, наверное, поэтому, в том числе и поэтому, в нашем городе была принята программа развития электротранспорта на ближайшие 4 года. За эти 4 года планируется выделить довольно громадную сумму денег, а именно 841 миллион гривен на закупку подвижного состава. Там планируется каждый год покупать по 10 новых трамваев, и 10 новых троллейбусов. Это нормальное количество для Кривого Рога? Да, это нормальное количество. Если учесть, что у нас сегодня работает всего лишь 50 трамваев и 65, допустим, троллейбусов, то получается купить по 40 тех и 40 тех. Это будет очень хорошо. Если бы эта программа осуществилась, это было бы существенное обновление подвижного состава. Посмотрим, начнется будущий год, 17-й. Это будет первый год по этой программе. Там будет 10 новых трамваев и 10 новых троллейбусов. Посмотрим, как бы сбудется ли по первому году. Это, в принципе, нам очень нужны новые троллейбусы, потому что за прошедшие 3 года у нас было открыто 5 новых маршрутов троллейбуса. А троллейбусов столько же. Да, но как бы не было закуплено ни одного нового троллейбуса. Получается, на эти новые маршруты, там 13-й, а, 24-й, там через Дамбу Кресса два маршрута поехали, да, туда были просто перебрасывались троллейбусы из старых маршрутов, значит, их где-то оставалось меньше для того, чтобы они работали по новым участкам. Это неправильно. Нужно ли, ну, хотя бы купить троллейбус, чтобы, ну, для того, чтобы вот эту брешь тем-то, как бы, ну, закрыть, которая уже образовалась на старых дизельных маршрутах. Потому что, получается, где-то людям удобно, а где-то страдают пассажиры. Да, это просто получается какой-то, ну, как бы, это переброска троллейбусов из одного участка на другой, а называется это новый маршрут. Ну, в принципе, маршрут новый, вот на восточный, да, маршрут троллейбуса 24-й. Там будет работать 5 троллейбусов, они будут оборудоваться генераторами дизельными, да. Это очень хорошо, но эти троллейбусы, как бы, ну, они раньше работали на обычных маршрутах. Их оттуда сняли и переоборудовали, как бы, на генераторах. То есть, опять же, от перемены места слагаемых. Да, восточному хорошо, кому-то будет немножко хуже. Кто-то почувствует, ну, какое-то ухудшение троллейбусных перевозок. Поэтому мы ждем и надеемся это вот существенное обновление подвижного состава. Спасибо большое за интервью, за информацию. На этом время нашего эфира истекло. Я напоминаю, сегодня в гостях у проекта интервью дня был транспортный эксперт Андрей Заславский. В студии работала Наталья Болдинская. Оставайтесь с нами. Увидимся на главном телеканале города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова